И это Володя Штерман, еще раз. Мы вместе сегодня проведем ханукальный небольшой сервис. Я бы хотела просто вспомнить до того, как мы пропоем проход благословения ханукали, я бы хотела вспомнить Израиль. Я хочу, чтобы вы со мной вместе вспомнили тот, кто был, а тот не вспомнил. Я хочу поделиться своими впечатлениями от хануки в Израиле. Мне довелось быть на хануку в Израиле. Впечатления у меня самые разные, самые смешанные, но все очень хорошие. Начинаем с первого, когда я приехала в аэропорт. Вот очень интересные мои воспоминания, но сейчас я буду слушать видео. Сейчас я сама уже забыла. В аэропорт приехала, правильно? Она приехала в аэропорт и вдруг почувствовала запах. Совершенно непередаваемый запах, который я никогда в жизни не слышала. Это запах замечательных ханукальных пончиков, которые угощают все, кто приехал в Тель-Авив на хануку. Знаете, вкусные, совершенно замечательные аппетитные пончики. Внутри там жилья и называются эти почки сурганьяйот. Интересно, что сурганьяйот, один почек, а значит, это такое сложное слово, состоит из трех слов. Соф, конец, ган, сад, я, бог. Конец Божьему саду. Имеется в виду толпом обращения, вкусные почки. Ну, это о Тель-Авиве и о пончиках. А если ближе подойти немножко к хануке и к религии, то тогда, конечно, нужно переехать куда? В Иерусалим. В Израиле уже давно там, еще в Тель-Авиве, в пончике, помните, пошло. Так вот, а после этого я приехала в Иерусалим и попала в старый город. В этом старом городе, что меня поразило, что во время хануки возле каждой двери стояла ханукия или минора, такая, как одна из которых сейчас у нас на этом столе стоит. И зажены были все ханукальные свечи, что означает это последний день хануки. И мне бы хотелось вас всех поздравить с этим замечательным, светлым праздником. Мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на нашу ханутию, на нашу минору, которая сегодня освещает наш вечер. Мне бы хотелось, чтобы вы улыбнулись в этот вечер и сказали «Хэппи Ханука». «Хэппи Ханука» – это светлый праздник, который посвящен огню. Он здесь связан с огнем. Поэтому мы его празднуем, потому что, когда Баковеи освободили храм, в котором греки строили всякие безобразия, построили статуи Зелса, приносили жертву свиней, когда Баковеи освободили храм, им нужно было масло для светильника. Но все сосуды с маслом были открыты. И только был один сосуд с печатью первосвященника, который не был открыт. Но его было слишком мало. Но произошло чудо, когда его зажгли. Он горел 8 дней, не переставая. И во время Хануки происходило много чудес. И все, что связано с Ханукой, Таня говорила насчет суганет. Почему мы кушаем суганет? Потому что они делаются на жире, на подсолнечном масле. Подсолнечное масло – это есть субстанция, которая используется для светильников. В общем, все, что связано со светильником, все, что связано со светлым, все, что связано с огнем, мы празднуем День Хануки. И я хочу в последний День Хануки начать проход, посвященный как раз этому дню. Их три. Их три. Субститры создавал DimaTorzok. 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 Аминь. Аминь.